Глава ЧВК Вагнера Евгений Пригожин уйдет в Белоруссию, уголовное дело в отношении него будет прекращено. Об этом сообщил журналистом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, кадровые перестановки в Минобороны во время переговоров с Пригожиным не обсуждались. На вопрос, по-прежнему ли Путин доверяет главе Минобороны, представитель Кремля ответил, что ему неизвестно о каких-то изменениях в этой связи. Режим КТО будет отменен в самое ближайшее время, добавил он. Также Песков подтвердил, что переговоры с Пригожиным провел Александр Лукашенко. Это было его личное инициативное предложение, которое было согласовано с президентом Путиным. Мы признательны президенту Белоруссии за эти усилия. Вы знаете, что в итоге удалось разрешить эту ситуацию без дальнейших потерь, без повышения уровня напряженности. В итоге была достигнута договоренность о том, что чувака Вагнер вернется в свои лагеря на расположение. Часть из них, которая это пожелает, в дальнейшем подпишет контракты с Министерством обороны. Это касается той части, которая не приняла участия в этом походе. Действительно были такие соединения, которые с самого начала одумались и вернулись. Вернулись, они даже запросили сопровождение ГАИ, другую помощь с тем, чтобы вернуться в свои места постоянного дислоцирования. Что касается остальных бойцов, их никто не будет преследовать с учетом их заслуг на фронте. Вы спросите меня, что будет лично с Пригожиным. Уголовное дело будет прекращено в отношении него и сам он уйдет в Белоруссию. Наверное, вот что я вам хотел сказать. Вечерний разговор также, собственно, в котором уже была зафиксирована еще раз эта договоренность. Вечерний разговор двух президентов был весьма продолжительный, откровенный, теплый и очень конструктивный. Помлияет ли эта ситуация на ход СВО? Ни в коем случае. Ни в коем случае СВО продолжается. Наши бойцы на передней линии проявляют героизм. Они весьма и весьма эффективно и успешно отражают контрнаступление вооруженных сил Украины. И операция будет продолжаться. Дмитрий Песков ранее при службе президента Белоруссии сообщил, что Пригожин принял предложение Лукашенко об остановке движения колонны и дальнейших шагах подзиэскалации. Переговоры длились весь день. Пришли к договоренностям о недопустимости о развязывании кровавой бойни. На территории России, говорится в сообщении, выработан приемлемый вариант развязки ситуации с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК. Сам Пригожин заявил, что вагнеровцы разворачивают свои колонны в 200 километрах от Москвы и уходят в полевые лагеря согласно плану. Ранее в субботу президент России выступил с видеообращением в связи с заявлением Пригожин о том, что ЧВК Вагнер контролирует военные объекты в Ростове-на-Дону. Путин назвал действия мятежников ударом в спину, пообещал защитить страну и заявил, что в Ростове-на-Дону фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления. В своей речи президент не называл самого Пригожина, однако упомянул ЧВК Вагнер. Он призвал участника вооруженного мятежа отдуматься и сложить оружие. Против Евгения Пригожина возбуждено дело по факту призыва к вооруженному мятежу, которое теперь, как сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, будет закрыто. Кроме того, президент дал гарантию, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, сказал Песков. Возможные условия отвода сил Вагнера и последствия произошедшего мы обсудили с политологом Георгием Бофтом. Он признался, что для него столь стремительная развязка стала неожиданностью. Я как-то думал, это протянется несколько дней, но благополучно разрешилось. А как это получилось? Вот даже с юридической точки зрения? С юридической точки зрения уже все нонсенс. Начиная с существования ВЧК Вагнер, которого с юридической точки зрения существовать не должно. И кончая тем, что с утра возбуждают уголовное дело, а вечером его закрывают. По договоренности с президентом соседней страны под названием Белоруссия. Поэтому, что тут говорить о юридических всяких тонкостях? Когда нарушается закон или делается исключение в начале, то рано или поздно это появляется в большие проблемы. И просто и случилось с Вагнером. Хорошо. Какие политические последствия? Политические последствия в том, что Вагнер вышел из этой ситуации не проигравшим, а к минимуму. И Легожин, хотя он уезжает в Беларусь, останется, видимо, довольно влиятельным игроком на российской политической сцене. Потому что Белоруссия недалеко, а оттуда можно всегда вернуться. Вагнер пытаются расформировать, чтобы у Пригожина не было под рукой 25 тысяч штуков. Насколько это удастся? Ну, скорее всего, удастся. Но, тем не менее, создан прецедент, когда частное вооруженное формирование бросило вызов государству, и этот вызов остался безнаказанным. А какие будут оргвыводы? Под вопросом кадровой перестановки Минобороны, поскольку Пригожинцы требовали смещения руководства Минобороны. Но пока этот вопрос, судя по всему, остается открытым. Наверное, он подвешен на какое-то время. Хотя нельзя исключить, что эти перестановки все-таки произойдут. Выводы будут сделаны после этого, ну, как традиционно происходит в России. Я думаю, в сторону закручения гаек. В отношении тех, против кого их можно закрутить, поскольку часть виновников осталась безнаказанным. Значит, ну, нужно найти его наказать. Поэтому думаю, что какие-то точечные репрессии, они произойдут. Нет ли у вас ощущения, что нам не сообщили о какой-то существенной части договоренностей? Есть. Поскольку президент не стал выступать с завершающим заявлением по итогам этого дня, наверное, да, что-то осталось за пределами этих договоренностей. Я думаю, что все-таки, на мой взгляд, есть некоторая вероятность, что после какого-то времени, продолжительного ли, продолжительного, я не знаю, но будут сделаны все-таки кадровые перестановки Минобороны какие-то. Но делать их сейчас, это значит усыпить давление. А сделать их через некоторое время, ну, это уже не будет выглядеть так откровенно. Хотя я думаю, что они все-таки произойдут. А пока хэппи-энд. Ну, если это можно назвать этим словом англо-сакционским, то да. А реакции в мире на последние события в России в нашей справке. Президенту США Джо Байдену несколько раз докладывали ситуации, в частности, директор ЦРУ Уильям Бернс и глава национальной разведки США Эврил Хейнс. После этого Байден обсудил ситуацию в России с президентом Францией Макроном, канцлером Германии Шольцем и британским премьером Сунаком. Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли отменил поездку на Ближний Восток из-за ситуации в России, передают агентство Reuters. США намерены отложить введение новых санкций в отношении ЧВК «Вагнер». Об этом сообщил в субботу газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. По словам собеседника издания, американская администрация опасается, что, введя новые санкции в отношении ЧВК, то может занять сторону российского руководства. Вашингтон не хочет выглядеть так, будто он занимает ту или иную сторону в этой ситуации, заявил источник газеты. Британский премьер проведет заседание Кабмина, чтобы обсудить ситуацию в России и сообщает BBC. Британское правительство пристально следит за развитием ситуации. В немецком МИДе прошло заседание кризисного штаба при ситуации в России, о результатах не сообщается. Кроме того, глава немецкой дипломатии Анна-Лена Бербак обсудила ситуацию с коллегами из стран Большой Семерки. Французский МИД призвал граждан страны воздержаться от поездок в Россию на фоне разворачивающихся событий. Польша считает сложившуюся ситуацию в России ее внутренним делом, заявил глава Бюро национальной безопасности страны. Президент Казахстана Касым Жамарт Такаев в воскресенье проведет неплановое заседание Совбеза. Он заслушает отчеты премьер-министра и руководителей силовых ведомств о принятых мерах во исполнении поручений в связи с ситуацией в России, говорится в сообщении пресс-службы Такаева. В суток вечером у штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону была слышна стрельба. Ближе к ночи бойцы группы «Вагнер» начали покидать территорию штаба ЮВО. Там появились подразделения военной полиции, бронетехника, ЧВК уходят из центра города, движение по центральной улице. Возомновлено городской транспорт вернулся к работе в прежнем режиме, заявили местные власти. Несколько автомобилей «Тигр» выстроились в колонну и начали движение в сторону реки Дон. О ситуации говорит моя коллега Елена Марчукова, которая находится в центре Ростова-на-Дону. На Буденновском полно гуляющих, все с удовольствием ходят по зоне, которая обычная, автомобильная, а сегодня пешеходная. Видно, что многие люди приехали сюда специально погулять, пройтись, посмотреть, что происходит. Танк напротив штаба Южного военного округа все еще стоит, на нем развивается некий флаг, рядом толпа людей на месте БТР, который я снимала утром с характерной надписью. Около штаба небольшой стихийный митинг, люди свистят, что-то выкрикивают, но возгласы скорее радостные. Также моя коллега Елена Марчукова пообщалась с молодым человеком лет 20, который фотографировался с бойцами ЧВК Вагнера в Ростове-на-Дону, и вот что он рассказал. Радую, в принципе, видеть живой чувака Вагнера, на самом деле. Много про них слышал подвигов, так называемых, и как бы отчасти восхищаюсь героизмом, их мужеством. Поэтому приятно было сфотографироваться. Кусочек истории для себя. Вы скорее рады, что они уходят или что-то приходили? Я рад, что ситуация разрешилась именно таким образом. Максимально, да, мирным, лояльным, то есть для обеих сторон, потому что я в кровопролитии, так называемого, не придерживаясь, по крайней мере, между своими, это было бы как минимум грех. Товары с символикой группы Вагнер вновь появились на Вайлдберрис. Передают РИА новости. Доступны различные аксессуары, нашивки, флаги и ряд других товаров ранее в субботу. Источник Вайлдберрис сообщил, что Marketplace начал скрывать товары с такой символикой и в ближайшее время полностью удалит их с площадки. В ряде регионов начали отменять ограничения, введенные после объявления там режима контртеррористической операции. Подробнее об этом в нашем дальнейшем эфире.